Привет, просветители! Последние несколько недель все больше и больше политиков и чиновников говорят о возможной отмене ЕГЭ. Депутат Хамзаев Голиковой обращается, наверное, понимая, что разговаривать с Кравцовым особого смысла нет. Мизулина в своем телеграмме вспоминает о том, как хорошо было раньше, и пора бы ЕГЭ к... того. Министерство же просвещения пытается всех успокоить. Но мы на этом канале знаем, что у данных товарищей редко что-то хорошо получается. Павел будет Кравцова на протяжении трех лет. А чего добился ты? Мне же показалось, что именно сейчас отличная возможность порассуждать о плюсах и минусах единого государственного экзамена. И представить, что будет, если его... не будет. Отменят режим! Сначала, как мне кажется, стоит поговорить о мифах, которые активно продвигают как сторонники, так и противники ЕГЭ. ЕГЭ устраняет неравенство. Если вы все еще верите в эту глупость, то, во-первых, поменьше смотрите телевизор. Во-вторых, подпишитесь на этот канал. А в-третьих, пейте побольше жидкости. Говорят, это полезно. Начнем с нашего любимого. Москва против России. Только в голове у чиновника, сидящего у микрофона... У чиновника. Я не чиновник. Я просто у микрофона сижу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Только в голове учинуши, сидящего у микрофона, выпускник из деревни Нижние Кочевряшки и столичный абитуриент находятся в равных условиях. В России вымирают деревни. Идет огромный отток мозгов в столицу. Ну, окей, последние полтора года мозги потекли уже из России. Но это совсем другая тема. И ситуация в маленьких провинциальных школах не вызывает слезы только в отчетах министерства. Но не волнуйтесь, уже и школьники из больших городов почувствовали, как это здорово, когда преподавателей просто нет. У меня на эту тему отдельный ролик есть. Преподавателей нет, а ролик есть. Возможно, именно потому, что у меня есть ролики. В какой-то школе нет преподавателя русского языка. Но в деревне ситуация в разы хуже. Вот у нас Петенька из хим-биокласса. Пришел на экзамен по химии. А вот Машенька из никакого класса. Потому что у них в школе не профиль, а профанация. И кто же у нас экзамен лучше сдаст? Вопрос просто на миллион долларов. А можно другу позвонить? Я не буду звонить Кравцову, давайте лучше 50 на 50. Нет, справедливости ради, если Маша сама готовилась днями и ночами, а родители Марии платили репетиторам, то шанс сдать ЕГЭ хорошо у нее, конечно, есть. Только вот какое-то имеет отношение к равным возможностям и школьному образованию. Чтобы просто приблизиться к тому, что в некоторых школах ученики получают на уроках, другие школьники должны где-то добирать в других местах. Но и давайте все-таки не забывать, что наш Петенька вполне возможно два последних года в школе тоже не просто так ровно на попке сидел. И у него за спиной курсы, репетиторы. Только вот все это добавилось на хорошую школьную базу. А у Маши все добавилось на ноль. Все еще все равны. Нет, понятно, жизнь в принципе несправедливая штука. Поэтому у меня еще нет тысячи подписчиков на бусте, где ролики выходят без рекламы, раньше, а еще есть эксклюзивный контент и самые потрясающие топовые бустеры. Просто в случае образования в маленьком поселке или деревне и образования в Москве или Петербурге все эти разговоры о равных возможностях, ну реально смотрятся очень странно. И когда с большой трибуны нас убеждают, что единственное, что отличает Машеньку от Петеньки в образовательном плане, это удаленность населенного пункта Машеньки от вуза, что это за бред? И на кого это рассчитано? Это как с разговорами о важном. Что? Я целые две недели о них не вспоминал. А теперь, детишки, на моем одном плохо работающем ноутбуке мы запустим видосик, в котором вам расскажут, как хорошо живется столичным школьником. Все смотрим! Особенно весело в этом году. С равными возможностями получилось, когда московские школьники полгода вместо уроков к ЕГЭ готовятся. В учебное время, прям в школе. А в мае перед экзаменами всем объявят, что у каждого из вас есть шанс. Не, ну тут-то не соврали. Шанс-то есть у всех. Поэтому давайте немного перефразируем наш лозунг с плакатов. Во время экзамена все равны. Хотя и тут есть что возразить. А вот все 11 лет до этого, ноу-мэм. ЕГЭ убрал элемент случайности. С одной стороны, безусловно. На стандартном экзамене с билетами ситуация, когда я знаю ровно две темы. И вот они в моем билете случаются. Как и обратные. Выучил все, кроме 13-го. Вот он родимый. Победитель по жизни. С двумя темами на ЕГЭ, конечно, делать нечего. Но есть другая проблема, о которой не особо любят говорить. Варианты на ЕГЭ не то чтобы равнозначные. И от того, какой именно тебе попадется, зависит реально много. Не случайно каждый год вконтакте появляются товарищи по несчастью. Те самые школьники, которым достался самый сложный вариант. Официально, конечно, такого нет. Все варианты приблизительно одинаковые. Но вот на деле школьных знаний достаточно. А можно уточнить, про какую конкретно школу говорят? Потому что это очень важно. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. А у вас этот предмет точно специалист ведет? Иногда даже сами участники образовательного процесса не догадываются, что они получают лишь маленькую часть от тех самых школьных знаний. Пока одни одиннадцатиклассники проводят опыты, другие переписывают учебник. Из урока в урок. Это прям мои любимые уроки биологии. До сих пор в сердечке. Все, что мы делали на каждом уроке. Вот я не утрирую. Реально на каждом чертили табличку и заполняли ее по учебнику. Ммм, красота. Не, ну в конце урока мы ее еще проверяли. Было весело. На самом деле не очень. В каких-то классах само понятие «практическая работа» просто отсутствует. В других целые темы отправляются в утиль. Потому что вам это все равно не надо. Привет, зарубежная литература в конце мая! В некоторых школах школьные знания подразумевают изучение структуры экзамена. То есть я не просто знаю предмет, что, конечно же, отлично. Но я еще четко понимаю, что и как делать в каждом конкретном задании. За что с тебя будут снимать баллы. И что именно авторы вот здесь хотят увидеть. В то же время в некоторых школах вполне можно услышать. Мы вас к экзаменам готовить не обязаны. В общем, тут-то и сказочки конец. Выключаем свет. И если в этом случае вы хотя бы понимаете, что, наверное, как-то к экзамену не особо готовитесь. Что-то на это указывает. Мы вас к экзаменам готовить не обязаны. То в ситуации, когда учитель просто игнорирует целые пласты материала или не занимается отработкой каких-то навыков, вы об этом даже не узнаете. Со своими школьными знаниями и пятерочкой в дневничке. Пока книжку с вариантами не откроете и поймете, что половину этих слов я не знаю. А мы такого не проходили. А это просто оказывается для профильных классов. А вы у меня не такие. Сюда же мне кажется неплохо и само понятие знаний отнести. Потому что сейчас эти самые знания нафиг никому не нужны. Необходимы высокие баллы для поступления. А это не одно и то же. Само обучение в некоторых случаях скатывается просто к банальной подготовке к экзамену. А это тоже все еще не одного поля ягоды. И не потому, что учитель такой плохой. А потому, что вместо творческого урока путешествия банально полезнее и проще еще один вариант прорешать. КПД явно будет выше. Да, теперь всем от директора до родителей важно, чтобы у Сережи высокий результат на экзамене был, а не широкий кругозор и научная картина мира. Кто тогда курсы у Блиновской покупать будет? Безусловно, и раньше это встречалось. Но теперь фраза Я ЕГЭ по вашему предмету не сдаю, поэтому отстаньте от меня. Вполне имеет право на жизнь. Ну потому что реально, он ЕГЭ не сдает. И каким бы он ни был разносторонним и интересным человеком, если будет мало баллов на экзамене по профильным предметам, никуда он не поступит. Поэтому давайте-ка вот всю эту разностороннюю личность, кругозор, вот до лучших времен, куда-нибудь в сторонку. А пока вот еще один вариантик. А потом мы получаем охи-ахи от преподавателей вузов. Ах, перваки ничего не знают, у них ЕГЭ головного мозга. Так если бы не ЕГЭ головного мозга, они б здесь не сидели, и уж тем более бесплатно. И да, это прошу заметить уже после всех многочисленных изменений экзамена. И еще одна заметочка на полях. Как только услышите, К ЕГЭ можно просто натаскать, потому что там сплошные тесты. Ставишь галочки на бум, и все. Услышали такое? Не стоит тратить время. Человек, похоже, все еще в году этак десятом застрял. Но и отрицать, что подготовка к экзамену официально заменила в той же самой Москве учебу, ну уже как минимум глупо. Но допустим, ЕГЭ решат отменить. Слишком много спорных моментов. Что в итоге мы получим? И, прошу заметить, получим в современной России современным министерством просвещения и всеми вытекающими особенностями. А не в какой-то прекрасной России будущего. Мы убрали ЕГЭ, и вместо этого... Нет. Вот сейчас отменяют ЕГЭ, а вся верхушка наша, она остается. Подход к образованию тот же самый. Кравцов все еще на месте. Учителей в школе все еще нет. Ну, просто вот ЕГЭ выкинули. А все остальное оставили. Что будет-то? Мне кажется, что ничего хорошего не будет. Потому что реформировать экзамен будут те же самые люди, которые не могут презентацию проверить для разговоров о важном. Что там напридумывают товарищи, у которых Узбекистан в Казахстане? Какие там новые системы разработают чиновники, у которых никаких проблем с педагогическими кадрами? Скажу честно, я во что-то адекватное не верю. Возврат к старой системе? Возможно. Но у нее что, проблем не было? К сожалению, единый госэкзамен превратился и для администрации, и для учителей, и для школьников в единственный стимул что-либо делать. Тот самый Дамоклов меч над головой. Уберите его и в современной российской школе с нынешней государственной политикой ничего, кроме патриотизма и маршей, в общем-то и не останется. Тут хоть старшеклассников пытаются не трогать, у них ЕГЭ. А так смело всех снимаем на патриотический слет. Экзамены все равно в школе сдаем. Зачем условные глюки Андреевне напрягаться, если можно просто фильм поставить и все довольны? Контроль-то по сути никакого нет. Да, достаточно часто экзамены в школе это профанация. Я никогда не забуду свой любимый 10 класс. И свою особую звездочку. По-русскому между двойкой и тройкой, а на ОГЭ пятерка и привет 10 класс. Ну, помогающие слегка перестарались. И в итоге это Павел Викторович дурачок, потому что он утверждал, что нужно что-то делать, чтобы сдать экзамен. А по факту нужно было просто подождать, пока учительница ИЗО ответы принесет. Павел Викторович, в смысле вы не собираетесь помогать детям и решать за них тесты? Это же честь школы! Что, вам сложно что ли? Вон в той комнатушке спрятаться и буквально 10 сочинений написать. Нам хорошие показатели нужны. Позарез. Вернемся в мою юность. Итоговое сочинение. Я про него уже рассказывал как-то. Из всего класса сам пишу. Только я. Почему? Потому что я дурак и иду на филфак. Остальные мы готовые сочинения принесли. Ой, а куда эту работу наши медалистки забрали? А, на проверку, чтобы на районе не опозориться. Понятно. Если выпускные экзамены опять будут проводиться в школе, то можете не сомневаться. Деткам помогут. А вот я такая зараза считаю, что даже тройку нужно заработать. Простите, но я не готов терпеть унижения от Сереженьки в течение 11 лет, которому ничего не нужно. А вот в день Х... Сейчас, сейчас, мой хороший, мы все ответы тебе принесем. Фиг тебе, Сереженька, а не ответы. А если при этом еще сохранится и рейтинговая система школ, просто ждите, когда количество пятерок превысит все допустимые рамки. От этого же зарплата зависит. И честь школы. Не стоит забывать про честь школы. С другой стороны, выпускные экзамены можно проводить как ЕГЭ. С камерами в другом здании. Ну, стресса-то мало. Потом же еще и вступительные, тоже с камерами, само собой, чтобы не было никаких взяток. Потому что взятки, это как раз тот момент, о котором стоит вспоминать, когда мы говорим о талантливых детях из провинции. Если ты действительно готовишься, если ты на самом деле талант, ЕГЭ позволяет поступить в топовый столичный вуз. Хотя, в твоем случае, возможно, лучше о Всероссе подумать. Сегодняшняя тема, как мне кажется, не предполагает какого-то единого ответа. С одной стороны, вон, школьники из окошка вылетают. Потому что экзамен самый важный момент в жизни. И тебе это вбивают с первого класса. А с другой стороны, здесь вон, десятый класс ничего не делает. А зачем? В девятом же ответом дали. Значит, и в одиннадцатом принесут. В нашем образовании такой глубокий системный кризис, такая дикая нехватка профессиональных кадров, что я очень сомневаюсь, что решение свернуть все к чертовой бабушке и давай-ка по новой. По-настоящему мудрое. Как я уже сказал, я не верю, что эти эффективные менеджеры от мира образования смогут что-то адекватное с нуля создать. Но я буду искренне рад ошибиться. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. Так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно. И все новости образования появляются гораздо быстрее. Напоминаю про мою страничку Boosty, ссылка есть в описании. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. И готовьтесь к экзаменам.